Здравствуйте, пожалуйста, слышите ли вы меня? Замечательно, очень рада приветствовать всех, кто пришел на наш вебинар. Честно говоря, немножко волнуюсь сегодня, потому что прошло так много интересных уже выступлений наших экспертов, что сложно добавить что-то новое, такое интригующее и полезное, но я буду стараться. На моем слайде вместо предисловия, и нельзя не сказать несколько слов о том, что уже вы послушали, прежде чем перейдем к нашей теме. Я не всегда могла быть плохо слышна, коллеги говорят, вот надеюсь, что так будет лучше, лучше слышно. Если, надеюсь, хорошо, спасибо, Елена Григорьевна. Несколько слов о своих впечатлениях, помимо того, что очень интересен круг тем, очерченный организаторами. Мне спасибо большое Елене Григорьевне за такой полный и необычный, наверное, взгляд на работу библиотекаря, педагога по продвижению чтения. Но когда я смотрела вебинары, некоторые из вебинаров не только вызывали желание согласиться, но и время от времени поспорить, мне кажется, от этого вебинары еще более интересны. Но в течение сегодняшней такой нашей встречи виртуальной, я думаю, что мы с вами при помощи чата сможем пообсуждать разные спорные моменты и, наверное, ответить на те вопросы, которые в моем вебинаре у вас будут вызывать, ну, не то что неприятие, но желание обсудить. На одном из вебинаров у Дарьи Дацук прозвучал вопрос, а что еще можно делать, какие приемы использовать в работе с подростками, приходящими на литературный клуб. И мне хотелось добавить к тому ответу, который дала Дарья, что прежде чем мы выберем те приемы и способы продвижения чтения, которые будут близки каждому, наверное, своей, нам нужно ответить на вопрос, а зачем мы идем к читателям, что мы хотим до них донести, и уже ответив для себя на этот вопрос, можно заниматься подбором различных форм. Мне очень нравится мнение Евгении Семеновны Абелюк, это учитель русского языка и литературы, преподаватель высшей школы экономики, которая не так давно выпустила книгу, она будет на одном из моих слайдов последующих, называется «Это книжка «Практика чтения». И я перефразировала одну из мыслей Евгении Семеновны, надеюсь, что не исказила. При обращении к сложной литературе можно привить молодому человеку читательскую культуру, научить его внимательному чтению. По мнению Евгении Семеновны, именно это задача педагога. А мне кажется, что и задача библиотекаря – воспитать читателя, привить молодому человеку читательскую культуру. В этой же книге я нашла вертикаль читательской культуры и попыталась ее визуализировать. Давайте посмотрим. Вот мы уже не раз говорили о том, какой должен быть читатель, как он воспринимает произведение. И на этой иллюстрации такая лестница, по которой может взбираться каждый из нас, становясь все более компетентным читателем. И если самый первый уровень – это читатель-наивный реалист, то есть тот читатель, который только поверхностно воспринимает сюжет, не углубляясь больше ни в какие детали произведения, то на следующем уровне читатель начинает задаваться вопросами, каковы особенности произведения, зачем именно так или иначе создает повествование Толстой, Достоевский, Чехов или кто-то из современных писателей. Поднимаясь еще на одну ступенечку, читатель начинает воспринимать художественное и концептуально значимое целое произведение, как некое целостное. Понимая уже и зачем, с какой целью все те приемы, все те аспекты, которые использует автор в своем тексте, зачем они существуют, как они работают на идею произведения. Ну и, наконец, самая последняя ступенька, когда читатель может воспринимать текст в историческом и культурном аспекте, контексте, проводить какие-то параллели, находить сходства, различия, воспринимать художественное произведение в ряде других произведений. Ну, для меня вот эта вертикаль читательской культуры кажется очень понятной и, наверное, если брать ее за основу для себя, то и формы будут подбираться такие, чтобы все выше и выше вести своего читателя. Ну, а как это делать? Теперь уже тема того вебинара, который был заявлен изначально, флипбэк, антибуки и другие ремельбухи. Я должна сказать, что над этой темой мы работали совместно с Еленой Владимировной Ворониной, учителем русского языка и литературы из Санкт-Петербурга. И мастер-класс с одноименным названием проводили на конференции информационные технологии для новой школы в марте в Санкт-Петербурге. Почему именно эта тема? Я надеюсь, вы сами в течение моей видео-встречи ответите на этот вопрос, но для себя я отвечаю так. Мне кажется, что если учитель или библиотекарь очень заинтересован в современном литературном процессе, если он следит за тем, что происходит в книгоиздании, то он своим интересом может вовлечь в чтение и тех, кому он идет с новыми книгами. Это могут быть дети в любой библиотеке, в которой работает специалист. Это могут быть и взрослые, которым мы открываем те книги, ранее для них неизвестные, неведомые, но необычные, интересные, которые тоже им могут быть полезны и интересны. Эта тема родилась благодаря знакомству с такими двумя большими книгами Юлии Щербининой. Это книга «Текст-коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий» и прекрасная книга, которую не устаю рекомендовать. «Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры». И та цитата, которую я взяла из книги Юлии Щербининой, она тоже, мне кажется, помогает лишний раз убедиться в том, что любая книга, которая сегодня издается, выходит, она помогает, во-первых, читателю увидеть себя, во-вторых, понять себя в этом мире на том этапе историческом, на котором мы все находимся. Книжки я поставила на слайде, ссылки на интернет-магазины. Думаю, что найти эти книги можно, но мы для своей библиотеки приобрели «Время библиоскопов». Для меня это просто настольная книга, которая дает не только мнение, взгляд Юлии Щербининой на современный книгоиздательский процесс, но еще и порождает вопросы, на которые ты стараешься отвечать, читая ее очень интересно и иронично написанные статьи в этой книге. Ну а теперь про новые книги непосредственно. Вот самый первый слайд – это флипбеки и флипбуки. Отметьте, пожалуйста, коллеги в чате, у кого в библиотеках есть книги этих форматов. Неважно, флипбеки или флипбуки, хоть что-то из этого, поставьте плюсик, если такие книги у вас есть. Ну, пока тишина. Ну, вдруг появится? Нет, к сожалению, Елена Анатольевна пишет. Ну, давайте тогда поговорим о том, что это. Наверняка вы с чем-то из этих книг уже знакомы. Вот, на самом деле, мне этот формат флипбука интересен не только как книга, но и с точки зрения того, как сам жанр появился у нас в России. Юлия Щербинина подробно в книжке «Время библиоскопов» рассказывает о том, что на самом деле флипбуки должны называться флипбеками, потому что флипбук – это, как видно на маленькой картинке, такая книжка, мы с вами в детстве делали блокнотики, рисуя какое-то изображение, немного изменяя это изображение на каждой последующей странице. И при быстром перелистывании показывали друг другу мультфильмы. Делали, наверное, да, в детстве. Так вот, такая книжечка с меняющимся изображением при быстром перелистывании и должна называться флипбуком. А то, что пришло в Россию, изначально называлось флипбеком. Но из-за ошибки издателей смешались два понятия. И сегодня на флипбеках стоит, как вы видите на слайде, наименование флипбук. Ну, что мы сейчас называем флипбуками? Это такая книга, которая очень небольшого формата. Вот написали в чате, я вижу, что есть несколько, у Марины Борисовны Чижовой несколько флипбуков есть в библиотеке. Это такая книжка, которая напечатана на рисовой бумаге. И она напоминает нам, наверное, электронную книгу или устройство для электронного чтения. Ее удобно держать в одной руке. Текст расположен также сверху вниз, как в телефоне или в электронной книжке. Легко читать, легко положить в карман, взять с собой. Только лишь форма поменялась. Но содержание, как видно на слайде, в принципе, может быть любым. Это и классические произведения, и современные какие-то тексты. Но пока у нас одно издательство только эти книжки издает. Вот, и один только минус, наверное, в этих книгах – это их стоимость. А второй минус в том, что в наших библиотеках этих книг пока не так много. Что делать с этими интересными и пока новыми, необычными названиями? Вот многие библиотекари, судя по чату и по той работе, которая ведется во время проекта, со своими читателями не только читают и обсуждают книги, но и создают какие-то научно-исследовательские проекты. Так вот, эти книжки могут стать основой проекта. На слайде помещены вопросы. Какова история происхождения названия тех и других книг? Ну и вообще поразмышлять о том, нужно ли такое большое количество иноязычной лексики в русском языке. Могли ли мы обойтись без этой словесной путаницы? Наверное, интересно дать возможность читателям ответить на эти вопросы. Мы с вами двигаемся дальше. И на следующем слайде еще одно слово из названия моей презентации – это антибуки. Антибуки – это вообще не книги. Это просто книгоиздательский такой продукт. Фальшобложки. Одно время они были очень модные, популярные. И любящие эпатаж читатели оборачивали свои книжки, классические, может быть, произведения, в эти фальшивые обложки. Ну и на слайде представлена такая обложка «Война и мир в комиксах», которую можно надеть на любую книгу, содержание современное. Это может быть книжка или классическая, если хочется спрятать от взгляда тех, кто нас окружает, то, что мы читаем. Но, наверное, не так фальшобложка нам важна, как та идея, которую она несет. И, на мой взгляд, идея антибуки, она перекликается с тем, что делают сегодня библиотекари. На моем слайде дальше представлены выставки книжные из Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, которая сейчас переименована и стала областной библиотекой для детей и молодежи имени Крапивина. Вот там были сделаны фотографии выставки «Кот в мешке». Я думаю, что многие из тех, кто сегодня на вебинаре присутствуют, уже подобного рода выставки делали. Мне понравилась, как реализована была здесь задумка, когда библиотекарь не называет ни имени, ни автора книги, а предлагает читателю познакомиться с короткой аннотацией о том, о чем пойдет речь в том художественном произведении, которое выберет себе читатель. Обязательное условие – развернуть книжку только дома и начать ее читать. Но, наверное, в какой-то степени интрига антибуки здесь повторяется. Я знаю, что и в других библиотеках подобного рода выставки тоже делаются. И вот во время «Библионочи» видела, что коллеги устраивали такие выставки. Наверное, стоит взять на вооружение, если кто-то еще себе кота в мешке или книгу с загадкой пока не ставил на полочку. Следующий вид современных книгоизданий – это «Виммельбухи». И так как книжки эти появились на рынке российском уже несколько лет назад, то я думаю, что многие из вас их держали в руках. Надеюсь, что в каких-то библиотеках эти книги есть. Книги без слов «Виммельбухи» – это книги, в которых большое количество иллюстраций, но нет текста. И, как у меня написано на слайде, в первую очередь они, конечно, адресуются маленьким детям дошкольного возраста, младшего школьного возраста, которые только учатся еще воспринимать книгу, учатся сами строить тексты, учатся говорить. Вот Анжелика Арапова пишет о том, что Радлов был у нас, совершенно верно. И, кстати, не так давно переиздали книгу, которая для меня была открытием. Это книжка «Парк культуры», по-моему, в 30-е годы она, в 20-е-30-е годы она выходила. Там тоже нет ни одного слова, кроме названия самой книги. Но изображение «Парка культуры» московского на каждой страничке дополняется какими-то новыми персонажами, новыми историями, которые может создавать ребенок. Чем интересны «Виммельбухи» издательство «Самокат»? Ну, мне кажется, что те истории, которые представлены в этих книгах, они будут полезны юному горожане, ну, в первую очередь, потому что помогают вот ребенку представить, какой же мир вокруг него, что происходит в том доме, в котором он живет, что может происходить за соседней стенкой у соседей. И в библиотеке могут проводиться разные мероприятия вокруг «Виммельбухов». Это и конкурсы коротких историй, и какие-то интересные занятия, которые посвящены, например, зачину в произведении, как начать текст, если у вас есть клуб литературного творчества, как интересно построить разговор о чем-то при помощи этого «Виммельбуха», как выстроить необычный сюжет, ну и так далее. То есть любая работа по созданию собственного текста, она, на мой взгляд, замечательно будет идти, если у библиотекарей есть возможность обратиться к такой детской книге, как «Виммельбух». Вот одна из идей использования «Виммельбуха», подсмотрела ее в фейсбуке у современного художника, дяди Коли Воронцова, которому предложили выполнить такой, создать «Виммельбух» журнал «Квантик». И ему дали только текст, а он уже этот текст визуализировал. И мне кажется, что это тоже один из вариантов работы с ребятами, перевод текста из такого графического в иллюстративные ряды и наоборот, как мы на предыдущем слайде говорили, когда есть иллюстрация, а ребенок создает собственный текст. Но отрадно, что в «Виммельбухе» сегодня появляются не только отдельные книжки, но и вот такие странички в журналах. Я думаю, что вы тоже встречались, обращали уже внимание. Можно просто в свою копилку накапливать такие работы, которые потом стоит использовать с ребятами. Графические романы, о которых мы тоже давно говорим, но пока с трудом, на мой взгляд, используем в работе с читателями по разным причинам, в том числе и потому, что не так много графических романов сегодня можно найти в библиотеках. Но мне хотелось бы обратить внимание на Шона Тана, его роман «Прибытие». Могу с удовольствием отметить, что екатеринбургские учителя уже начали работу с этим романом, и учитель гимназии номер 9 Анохина Наталья Евгеньевна вот показывала, как же с ребятами можно строить собственный текст, рассматривая эти великолепные иллюстрации, как пытаться понять героя и выразить собственные чувства, эмоции, читая этот графический роман. Ну и рядом с графическим романом стоит такой жанр, как комиксы, который, я надеюсь, все активнее приходит в наши библиотеки, хотя вот здесь очень сложно разобраться, какой же из комиксов хороший, какой все-таки стоит отложить на дальнюю полку. Но все же постепенно меняется вот тот стереотип, о котором мы с вами говорили раньше, что комикс это какое-то такое развлекательное чтиво, которое, ну, одноразовое, так же, как одноразовый глянцевый журнал, почитал, выбросил и забыл вообще о том, что ты его читал. Сегодня комиксы другие, и отрадно, что появляются сложные, современные книги с проблемными темами, как, например, комикс Арта Шпигельмана «Маус». Надеюсь, что у кого-то уже была возможность не только с ним познакомиться, но и пообсуждать, если не со своими читателями, но хотя бы с коллегами, прочитавшими этот комикс. Но мне кажется, что методическая база работы с графическими романами, с комиксами, с Вимельбухами на сегодняшний день так слаба, что каждый из нас чувствует затруднение, когда думает о том, как об этой книге говорить нужно с ребятами. Пока еще идет только этап накопления тех методических рекомендаций, которые мы могли бы с вами принять и использовать в своей работе. А вот с книжками-картинками мы давно работаем, и я надеюсь, что в ваших библиотеках такая форма работы тоже есть. Большое количество книг сегодня появляется, которые дают возможность нам говорить о каких-то сложных темах, как, например, «Фабрика слов», вышедшая в издательстве «Поляндрия», или такие книги, как «Коричневое утро», издательство «Компас Гид». Ну и многие другие книжки, чаще всего они выходят в малых издательствах и дают нам пищу для разговора с ребятами. На мой взгляд, книжки-картинки сегодня – это тот жанр, который способен привлечь к чтению тех детей, которые не готовы к восприятию сложных текстов, не готовы сразу погрузиться в произведения Достоевского, Толстого, Чехова, которым нужно подойти к восприятию таких вот глубоких классических произведений. Возможно, первым шагом в литературу и будут те книжки-картинки, о которых мы с вами говорим. Интерактивные книги – это тот формат, который все больше развивается и развивается. И у меня на слайде представлена одна из интерактивных книг. Это книжка с дыркой «Рветюле». Отметьте, пожалуйста, коллеги, есть ли в ваших библиотеках книги «Рветюле», если особенно вы работаете с детьми. Вот Галина Геннадьевна тоже отмечает, что таких книжек, к сожалению, нет. Но также, как и в наших школьных библиотеках, эти книжки появляются только при условии, что библиотекарь сам ее туда приносит. Но очень жаль, конечно, что мы не можем каждому желающему дать в руки такую книгу, потому что, как бы мы ни старались, все равно останутся среди наших читателей те, для кого сотворчество с писателем более важно, чем восприятие собственного текста. А вот интерактивные книги – это такие книги, которые дают возможность включить ребенка во взаимодействие. Ну, да, Елена Григорьевна, мне кажется, что Эрик Карл с его «Голодной гусеницей» решает ту же задачу, когда не только ребенок читает текст, но еще может повторять движения за животными, да, и… нет, «Голодная гусеница» там она с дырочками, книжка с дырочками, да, в которой он тоже может что-то там своими пальчиками измерять и смотреть, как проходила гусеница. И, ну, кроме этого, у него еще есть ряд книг, в том числе, вот, «Выпало из головы», «А ты так умеешь» постоянно там звучит вопрос, когда речь идет о разных животных. Мы с племянником читали эту книгу, но для ребят дошкольного возраста однозначно эти книжки полезны. А вот такие, как книга «Рветюле», они могут быть интересны им, ребятам более старшего возраста, потому что там уже автор, сложно назвать, наверное, писатель, потому что текста там практически нет именно в этой книге, предлагает читателю дополнить ту иллюстрацию, которую он для читателя придумал. И когда мы раскрываем книгу, то на развороте видим такую дыру, вокруг которой происходит что-то. Эта дыра может стать сердцевинкой цветка или еще чем-то. Ну, большое количество разных сюжетных вариантов, которые предлагает автор, и ребята под руководством библиотекаря или педагога могут как-то это обыграть. Большое количество таких интерактивных книг с дополнительными материалами, с дополнительными какими-то фильтрами, выпускаются в разных издательствах. Я думаю, что вы видели в каталогах «Ман, Иванов и Фербер», например, «Кто прячется в лесу», например, у них книжка вышла с фильтрами. Применяя тот или иной фильтр, мы видим разные иллюстрации в этой книге. Ну, или в издательстве «Самокат», «Самокат» вышла в пижамарама, сложно выговариваемое название. Каждая из этих книг как-то вовлекает в действие. И с одной стороны, наверное, нас может пугать то, что она уводит, собственно, от восприятия текста. Но для кого-то и это взаимодействие с книгой тоже полезно и ценно, на мой взгляд. Очень хочется отметить то, какие необычные сегодня выходят путеводители. Вот конкретно на этом слайде. Такая не совсем книга, а продукт издательский, издательство «Самокат», который может использовать библиотекарь в качестве идеи для создания собственного такого путеводителя по своему городу, по своей библиотеке, по своей области. Что это за путеводители, коротко расскажу, а потом покажу, как с этим путеводителем работала Елена Владимировна Воронина со своими ребятами. В коробочке городской райли Санкт-Петербург помещены маршрутные листы с заданиями. Вот один из маршрутных листов. Здесь показан парадный Петербург, карта номер 2. И справа вы видите, очень мелко здесь написано, но когда скачаете презентацию, будет видно крупнее, вопросы, которые помогают путешественнику сориентироваться в пространстве. Там написано, от какой точки нужно двигаться, в каком направлении, на что обращать внимание. И задаются такие вопросы, которые активизируют внимание путешественника. Какой памятник ты видишь, что этот памятник символизирует, кому и так далее. И мне кажется, что вот это настолько интересная идея, реализованная в самокате, которая должна быть взята на вооружение любым библиотекарям. Потому что те квесты, которые сегодня мы придумываем для ребят, они часто сложны, что ли, в подборе тех идей, которые можно реализовать. Вот здесь же идея на поверхности. Можно связать и с чтением, и с городом, затронув краеведческие наши темы. И не только прогуляться по тем маршрутам, которые уже придуманы художником, но и разработать собственные. Причем как в бумажном, так и в электронном варианте. Ну, как велась работа по подобному маршруту у Елены Владимировны, я расскажу коротко, и если кого-то заинтересует более подробный рассказ, адресую на сообщество Google+, конференции информационной технологии для новой школы, где выложен вебинар, и там можно послушать Елену Владимировну, которая сама рассказывает о том, как эту работу она вела. Вот здесь еще раз показаны, какие задания в маршрутных листах ребята встречают. И как происходила работа с этими маршрутными листами. Как любая, наверное, завязка вокруг книги начиналась с интриги, когда ребята вскрыли вместе с учителем посылку и увидели там эти необычные маршрутные листы, после чего получили документы с заданием. На презентации будет ссылка на Google Документ, который сегодня в доступе для всех желающих. Вы можете посмотреть, как работа осуществлялась. Ребятам было предложено при помощи Google-карты создать собственный маршрут. Даны были рекомендации, как добавляются метки на карту, как эти метки редактируются. Так как сегодня на вебинаре у нас очень опытные библиотекари, как я вижу, то, наверное, эти рекомендации лишние. Для тех, кто еще пока в своей работе не использовал, обращаю на это внимание, что все при помощи Google-диска, при помощи Google-карт, вся работа проводилась. Дальше Елена Владимировна заманивала, показывая различные маршруты, предлагая выбор ребятам, общаясь с ними в чате. Вы видите скриншот с ее Google-диска, где идет запись и доступ дается к разным маршрутам. И, конечно, немаловажно иметь такую сводную табличку, в которой ребята уже делятся своими результатами заданий, как на этом слайде как раз они и представлены. В презентации, которая будет доступна после вебинара, вы сможете по всем ссылкам пройти и посмотреть на то, что у школьников получилось после того, как они прогулялись по Санкт-Петербургу. Ну и один из фотоальбомов, который был загружен учеником, после того, как он прогулялся по маршруту, изучил достопримечательности, может быть, на некоторые из них раньше не обращал внимания, хотя сам живет в Санкт-Петербурге. И после того, как ребята оформили свои маршруты на карте, вот этот скриншот был сделан в самом начале работы, но если вы сегодня пойдете по ссылочке на карту, увидите, что там гораздо больше маршрутов, разные команды оставили свои впечатления, свои фотографии, отзывы о том, что они видели. И мне кажется, что, повторюсь, вот, может быть, даже не обязательно иметь в своей библиотеке такие путеводители на каждого. На сегодняшний день мы уже видим, что у самоката вышли путеводители и по Москве, и по Санкт-Петербургу, но далеко не каждый ребенок может поехать туда, позволить себе, да, из Новосибирска отправиться в Санкт-Петербург для того, чтобы пройтись по маршруту, тем более, наверное, было бы интересно создать собственные маршруты, такие, которые помогут приезжающими в гости в Новосибирск или в какой-то другой город познакомиться с тем городом, где мы живем. Следующий формат книг – это, мне нравится название поп-ап книги, но в скобочках я отметила книги-панорамы, и эти книги, конечно, уже знакомы каждому из нас. В нашем детстве тоже были такие объемные книги с выдвижными элементами, с двигающимися. Я думаю, что в каждой библиотеке какая-то из этих книжек есть, но, к сожалению, далеко не во всех наших библиотеках есть такие книги, как представлены на моем слайде. Это Роберт Сабуда, автор-инженер книг, который делает, наверное, самые интересные на сегодняшний день, издаваемые в том числе и в России, книги. Ну вот здесь такая необычная Алиса, а кроме этого можно увидеть, есть еще и «Волшебник изумрудного города» и другие книжки его авторства. Почему именно этот автор, на него почему обращаю внимание? Для библиотекаря он интересен тем, чем, если вы наберете в поисковике сайт Роберта Сабуды, то перейдете на сайт, где можно найти... Сейчас вот я хочу тоже сразу найти этот сайт, заранее ссылочку не поставила. Вы сможете найти мастер-классы по изготовлению таких объемных предметов, которые могут активизировать работу ваших читателей. Я сбросила ссылку сейчас в общий чат на сайт этого автора. И при помощи Google-переводчика можно перевести этот сайт и найти мастер-классы, которые вы спокойно совершенно можете использовать, создавая с ребятами объемные изображения. Ну, в качестве идеи берем чужие объемные изображения, а потом предлагаем создавать собственные иллюстрации, объемные, которые будут помогать им высказать собственное мнение о прочитанном. В какой-то степени похожая работа демонстрировалась с нами уже в разных... Марина Анатольевна пишет, что не слышно. Вообще не слышно. Да, Анжелика Арапова говорит, что успели энциклопедии древностей приобрести. Замечательные энциклопедии. Я, к сожалению, не успела ее приобрести, но с удовольствием рассматриваю тех, кто успел. Потрясающие динозавры, акулы есть у этого автора. Ну, в продолжение темы объемных книг, идея изготовления книги-туннели, вот на слайде есть ссылка на инструкцию, как изготовить книгу-туннель. Мне кажется, что одна из самых таких простых для реализации, но и интересных идей – это изготовление объемной книги по прочитанному стихотворению. Маргарита Ансимова – это школьная библиотекарь из Екатеринбурга. В журнале «Школьная библиотека сегодня и завтра» подробно описывала, как делать книгу-туннель. Но я вот делюсь с вами ссылочкой на презентацию. Эту презентацию разработала Митрофанова Наталья Сергеевна. Поэтапно расписано, какие материалы необходимы для того, чтобы объемную книжку изготовить. Ну, а я только добавляю к этой технической разработке мысль о том, что можно предложить ребятам выбрать какое-то стихотворение на ту тему, по которой проходят у вас мероприятия. Вот, кстати, сейчас мы все публикуем свои отчеты о том, как прошла наша «Библия-ночь». Я думаю, что если бы проводили ряд мероприятий, то, скорее всего, совпали с тем, что было и в Екатеринбургском доме учителя. Вызывают интерес такие мастер-классы, такие мероприятия, где мы не только читаем книги, но и что-то делаем своими руками. Пытаемся осмыслять, не только рассказывая о том, что чувствуем, но еще и воплощая это в каких-то арт-объектах, в каких-то предметах интересных. Книга «Тоннель» может быть таким замечательным арт-объектом, результатом работы библиотекаря с читателем после прочтения текстов современных авторов, современных поэтических текстов, наверное, в первую очередь, потому что короткий жанр располагает к созданию такой книжки. Ну и мы близимся ко второй части нашего вебинара. Это то, что вызывает сегодня очень много вопросов у библиотекарей. Книги электронные, книги в 3D, как с этим работать, как использовать в своей работе. Конечно, самая большая проблема, я прекрасно понимаю сейчас библиотекарей, это комплектование такими книгами наших школьных и не только школьных библиотек. Но все же, так как среди тех, кто присутствует сегодня на вебинаре, только люди творческие и желающие знать обо всем новом, то, наверное, нужно нам быть знакомыми с такими книгами, которых пока еще даже нет в библиотеке, но могут быть в ближайшее время. Это электронные книги, которые загружаются на наши мобильные устройства. На этом слайде книга, разработанная для айпада. Очень мне нравится эта книжка своей формой, ну и, конечно, содержанием Бука, Ольги Колпаковой. Бука сама боится. Чем интересна эта книга? Тем, что в ней есть, во-первых, сам текст, который может читать ребенок, есть аудио, прочтение текста писателя этой книги, есть анимированные персонажи. Если потрогать этих персонажей на экране планшета, то мы видим, что начинают они двигаться, мышка дергают кота за хвост, Бука, которая на этой иллюстрации моет посуду, пускает воздушные пузыри, ну и другие какие-то преображения происходят с персонажами. Снова скажу о том, что читателя такого опытного, который привык к погружению в текст с головой, могут, наверное, пугать такие книги, в которых что-то отвлекает, собственно, от чтения. Но, с другой стороны, мы говорим сегодня о рождении нового читателя, который способен воспринимать и анимацию, и звук, и погружаться в текст, переключаться с одного на другое, потому что дети нового поколения способны в новых условиях как-то действовать, приспосабливаться. Поэтому, наверное, такие книги им иногда могут быть даже более интересны, чем нам с вами. Ну и идея, которую мне хотелось бы донести до библиотекарей, создание собственных электронных книг, вот такого формата, когда мы можем записать какой-то подкаст, подобрать собственную иллюстрацию и все это опубликовать, сделать доступным для читателей в библиотеках, конечно, это наверняка вызовет интерес у тех, кто приходит в вашу библиотеку не только читать, но и узнавать что-то новое. 3D-книги. Вот все активнее эта тема у нас развивается в Екатеринбурге. Мысль о том, что 3D-книги стоит использовать в своей работе, звучит все громче. И сегодня видела на нашем вебинаре Лабутину, ой, извините, Лабутину Олесю Андреевну, которая работает в школьной библиотеке в Екатеринбурге и скоро будет рассказывать на нашем городском мероприятии о том, как книги с 3D иллюстрациями используют со своими читателями в школьной библиотеке. Для тех, кто пока еще не держал в руках эту книгу, расскажу о том, что на сегодняшний день существует ряд издательств, которые подобные книжки выпускают. На первый взгляд, это обычная бумажная книга, как вот, например, на слайде «Курочка ряба» с 3D-иллюстрациями или словарь «Сильнее кошки, зверя нет». На каждой из этих книг внутри или на обложке даны рекомендации о том, как читать эту книжку. В дополнение к книге обязательно нужно скачать приложение, которое позволяет во время чтения оживлять персонажей. Через мобильное устройство. На мобильное устройство мы скачиваем это приложение, рекомендуемое в книжке. И затем направляем камеру своего телефона, смартфона, планшета на иллюстрацию книги. И эта иллюстрация оживает. Как вот вы видите на моем слайде, скриншот экрана планшета, где «Курочка ряба», вот если на обложке она, как обычное изображение статичное представлено, то на скриншоте ниже это такое объемное изображение. И «Курочка» в книге кудахчит. И мы слышим текст, который читают ведущие. Текст, который записан, тоже становится возможным его прослушиванием благодаря гаджету. Как использовать эти книги в своей работе? Наверное, на этот вопрос мы еще долго будем искать ответы. Но после того, как обсудим это на уровне города, с удовольствием продолжим эту тему в работе с вами, коллеги. Ну, а мне хотелось бы поделиться замечательной идеей, которую увидела в Санкт-Петербурге на уже упомянутой конференции. И делюсь с вами. Это создание школьниками книг с дополненной реальностью. Здесь представлена презентация школы номер 545 под руководством Ольги Пивненко, коллеги учителя иностранного языка, учителя начальных классов, если я не ошибаюсь, и ребята старших классов, создали такой живой словарь, в котором даны разные темы, изучаемые на уроках английского языка. И когда мы начинаем листать словарь, то мы видим, например, тему «Спорт». На страничке помещены иллюстрации по этой теме. Благодаря гаджету, направленному на страницу этого учебника, этой книжки, мы получаем доступ, во-первых, к ссылкам с заданиями, они выполнены в Learning Apps, либо к каким-то коротким мультипликационным фильмам на заданную тему. Это же приложение создает иллюстрации в 3D, и вот такой потрясающий ресурс, казалось бы, как можно просто в школе создать такую книжку, кажется, что что-то невероятное. Ну вот, могу с радостью сообщить, что все невозможное возможно, и было бы желание, было бы стремление объединить свои усилия по работе, в освоении дополненной реальности, все возможно. Ссылка на презентацию вам тоже будет доступна, после скачивания презентации вы сможете... Так, что за сервис, спрашивает Елена Григорьевна. Одну секунду, я сейчас вот тогда сразу в чат подкину, наверное, саму ссылочку на презентацию, и вы сможете посмотреть более подробно. Вообще, сервисов для просмотра 3D-книг большое количество. Как мы понимаем, каждое издательство использует какой-то свой. Вот в этой книге, я могу ошибиться в произношении, по-моему, правильно называется Блоппер. Вот, скачала его себе на мобильный телефон, но еще тоже не активный пользователь, только вот на мастер-классе впервые увидела. Нет, Блиппар называется. Я сейчас напишу английскими буквами в нашем чате. Блиппар с двумя буквами П. Вот так называется этот сервис, в котором работали ребята с учителями, создавая. Ну и сама презентация, вот сейчас уже тоже вам доступна, надеюсь, о том, как создавался живой словарь с дополненной реальностью, и как он может стать ресурсом для дидактической игры, видно сейчас на слайде. Прекрасная форма для, не только для чтения, но и, наверное, как идея для работы, это книги-открытки, следующий формат книг. У нас эти книжки-открытки выпускают именно вот эти, представленные на слайде, издательство, Екатеринбургское, Генри Пушель. Это такая картонка, сложенная в несколько раз, внутри которой помещен QR-код с активной ссылкой на книгу. Естественно, каждый покупатель такой книжки получает собственный QR-код, может скачать эту книгу в любом из представленных форматах на свое мобильное устройство. Ну и такие прекрасные книжки-открытки, это замечательные подарки и для читателей, и для наших учеников, если нам хочется что-то необычное им представить. На моем слайде ссылка для работы с QR-кодами в классе и в библиотеке. Елена Владимировна делится своей идеей по тому, как создавать книжную полку с QR-кодами. Но я думаю, что те библиотекари, которые сегодня присутствуют на вебинаре, уже хорошо знакомы с мобильными библиотеками, можно только дополнительно какие-то для себя еще идеи почерпнуть, прогулявшись в блок Елены Владимировны, оно вам надо. Следующий замечательный, на мой взгляд, тоже вид книг, это гибридные книги, в которых совмещаются привычные нам обычные тексты с дополненной реальностью. Дополнение реальности происходит при помощи QR-кода. И первая книга, которую я здесь показываю, это «Дом на хвосте паровоза» Николая Горбунова. Эта книжка была презентована на нон-фикшн, поэтому, вероятно, многие из вас уже ее видели, хотя бы в интернете. Кто-то, наверное, мог подержать в руках, кто-то для себя приобрел. Я специально поместила на слайд страничку, где дан сам QR-код. И даже с этого слайда вы сможете пройтись, скачав этот, засканировав QR-код, пройтись по ссылке, посмотреть, что же там за карта представлена Николаем Горбуновым. Но вот такой путеводитель по Европе в сказках Андерсона, он тоже может стать для нас замечательной идеей в работе с ребятами, когда мы не только читаем текст, но и хотим его дополнить какими-то материалами в интернете. Вот книга гибридная дает возможность это сделать. Такой же способ расширения пространства книги использован в книжке Марии Пономаренко «Тайны глобуса Блау». Мы с вами помним, что эта книга участвовала в премии «Книгуру», в литературном конкурсе «Книгуру». И вот сейчас она вышла в издательство «Белая ворона». Если рассмотреть внимательно карты, это те карты, которые на глобусе Блау мы можем видеть, если придем в музей. В левом нижнем углу маленький-маленький QR-код. Это книга большого формата, поэтому пока сжимала, этот QR-код стал совсем маленьким. Но вы видите, что это черный квадратик, это QR-код, который дает возможность нам сравнить карты 17 века с картами современными. И тоже невероятно интересна такая работа для читателя, который и может погрузиться в век 17 и провести параллели с современностью. Да, вот точно, Анжелика, мне кажется, что прекрасное решение для этой книги вообще было придумано издательством. Не менее интересно сделана книга гибридная, многим из вас знакомая. Это книжка Маши Ральника, это я должна рассказать. И здесь мы можем с вами получить не только текст произведения, не только комментарии печатные, которые помещены в конце книги, но и перейти по ссылке, которая тоже представлена при помощи QR-кода ссылка на сайт, где размещены видеоматериалы воспоминания тех, кто пережил Холокост. Сейчас я постараюсь вам дать ссылку на этот сайт. Да, мне хотелось бы, чтобы вы тоже прогулялись, если еще на нем не были. и так, секунду. Вот материалы этого сайта можно получить, если проходишь по тем, сканируешь те QR-коды, которые помещены на последних страницах книги. И это тоже замечательная идея совместить видеоматериалы с обычным текстом, услышать голоса тех, кого мы еще можем слышать, видеть благодаря видеозаписям, сделанным Ильей Бернштейном, автором комментариев и вообще автором идеи этой гибридной книги. И в продолжении темы гибридных книг мне бы хотелось сказать вот о чем. В самом начале нашего вебинара я говорила с вами о книге Евгении Семеновне Абелюк «Правтика чтения». В этой книжке рассказывается о разных формах работы, в том числе и о составлении исторического комментария к поэме Анны Ахматовой «Реквием». Как мы с вами помним, «Реквием» был опубликован только в 1987 году, спустя много лет после его создания поэта. И в 1988 году Евгения Семеновна начала со своими учениками работу над составлением исторических комментариев. Это были ученики 9-10 классов, которые ходили в кружок литературоведения Московского дворца пионеров. И погружаясь в текст, они старались найти для себя ответы на возникающие у них во время чтения вопросы, расширяя тем самым знания об исторической эпохе, о том произведении, которое они читали. И подробное методическое такое комментирование работы есть в книжке «Практика чтения». После того, как работа была закончена, учитель отправил комментарии, сделанные ребятами Юрию Михайловичу Лотману, который написал несколько напутственных слов, познакомившись с этой удивительной работой учеников и учителя. И в своей работе он сформулировал методические принципы, которые мне кажутся полезны и интересны не только учителю, но и библиотекарю, работающему с детьми. Когда мы сегодня говорим о том, что так сложно детям воспринимать классические произведения, то мы как раз отмечаем то, что многие ребята далеки от тех реалий, которые упоминает автор в своем тексте. Может быть, создание исторического комментария будет как раз той формой работы, которая поможет ребенку приблизиться к сложному классическому тексту. А может быть, и к современному тексту. Лучше проникнуть в суть вещей. И, а если мы еще оформим эти комментарии детей вот так, как это сделано в гибридных книгах, тем работа будет еще более интересна ребятам, потому что вот эти новые формы, конечно, им близки и понятны. Итак, какие методические принципы отметил Юрий Лотман в той работе, которую проделал Евгения Семеновна Обилюк. Это принцип активности. Конечно, когда мы не даем готовое знание, а вместе с ребятами создаем творческий коллектив, который идет на поиск чего-то, однозначно дети будут заинтересованы и захотят открыть для себя то, что пока для них закрыто. Принцип научности о нем сегодня к сожалению мы порой забываем, потому что в погоне за новыми формами, за какими-то новыми сервисами не всегда успеваем осмыслить и наполнить таким глубоким научным содержанием то, что мы делаем. Все же научный труд, исследовательский труд, он сложный. и если мы хотим читателя вывести на тот самый высокий уровень, о котором мы говорили в самом начале, наверное, одних сервисов недостаточно. Нужно бы еще и помогать ребятам идти к открытию того, что до них еще не открыто и учиться воспринимать трагедии и ошибки и учиться преодолевать эти ошибки, не забывая о том, как важен этот опыт в их дальнейшем читательстве, в их дальнейшей жизни и не только в чтении книг вообще. Ну и наконец, работа должна быть злободневной в лучшем смысле этого слова. Если речь идет о составлении комментариев к поэме Анны Ахматовой, как я сказала, комментарии начали создавать сразу после выхода этого произведения, когда еще не накоплен тот большой литературоведческий багаж, который есть уже сегодня. Конечно, ребятам тогда интересно, когда они делают что-то, что тесно соприкасается с современностью. Новые форматы книг это то, что появляется сегодня. И если у нас есть возможность показать ребятам эти новые книги, если есть возможность как-то через новые форматы обернуть к каким-то сложным текстам, то, наверное, нужно это сделать. Я хотела бы показать еще всего два слайда. Это результат работы комментирования художественного текста читателями и снова проект Ильи Бирнштейна. Многие из вас уже видели книгу «Ташкент. Город Хлебный» с великолепными иллюстрациями. Так вот, над комментариями к этой книге работали ребята из Санкт-Петербургской школы. И на скриншоте, который вы здесь видите, имена комментаторов перечислены. Это школа номер 117 Выборгского района. И ученики под руководством учителя литературы создавали те комментарии, которые затем вошли в книгу. Вот такое сотрудничество сотворчества учителя, библиотекаря, издателя сегодня возможно. Хотелось бы, чтобы было больше таких проектов. И если мы перед собой такую цель поставим, наверняка они будут появляться. документы еще один уже не формат гибридной книги и не формат вообще комментированной книги, но в какой-то степени похожий по замыслу комментирования художественного текста, которое может быть сделано в интернете. Эта идея представлена Александром Матюшкиным. Он на Галактике, на конференции информационной технологии для новой школы представляла ту идею, когда для того, чтобы осмыслить небольшое художественное произведение, в данном случае это рассказ Тэфи, создает сайт и приглашает для работы над этим художественным произведением учащихся студентов, это могут быть и библиотекари, которые объединятся над осмыслением какой-то книги, а может быть группа читателей и подростков, которые высказать свое мнение. И наполнение сайта зависит уже от той читательской компетенции, которой обладают участники творческой группы. Могут появиться разделы темы, мотивы, образы, может появиться раздел впечатления после прочитанного и какие-то другие разделы, которые будут наполняться, комментироваться теми, кто над этим сайтом работает. Но когда я была на мастер-классе у Александра, то очень вдохновилась этой идеей, потому что иногда мы сетуем на то, что читателя сложно завлечь, привлечь в библиотеку, особенно если это школьники с большой загруженностью. Может быть такая форма работы, такая форма обсуждения прочитанного текста кому-то тоже пригодится. Ну и в заключение мне хотелось бы услышать ваши вопросы, насколько новые форматы книг вам кажутся полезны, интересны в вашей работе, может быть какие-то комментарии в чате. И если в процессе моего вебинара у меня ровно одна минута осталась, возникли вопросы, я готова на эти вопросы ответить. Судя по всему я оглушила слушателей обилием иностранных слов, вопросы пока им не возникают. Рада, что было что-то новое, что вам это было интересно. Надеюсь, что это пригодится в работе. Спасибо большое за ваше внимание, за желание идти вперед и узнавать что-то новое. Ну и надеюсь до новых видео.